Больше за 12 тысяч студентов у Могилёшины летом смогут не только отпадшить, а и подзарабить. У области дали старт третьему прационному семестру. Официальная церемония произошла на Буйницком поле, где отрадам уручили прационные путёлки. Молодцы чекаются на прополцы и уборцы урожаю, доброго парадкования парков лесов и водоёмов. Будут денежать и медицинские студотрады. По традиции, сё лета на Могилёшине будут так само сельско-господарчие, педагогичные, экологичные, сервисные и будауничные отрады. В этом году у нас будут и выездные, это Российская федерация, Республика Коми, это отряды в Анапе, Краснодарский край, ну и многие-многие другие. Конечно же, мы работаем не только по территории Могилёвской области и соседних государств, но и по всей Республике Беларусь. Витебская область, Минская, конечно же, Гродненская, где строится Островецкая атомная электростанция. Сюлита основными молодёжными водолями в области названы Пушкинский мост у Могилёве и пешеходная улица Умстиславия. Город рахтуется до областных дожинок. Я буду работать в стройотряде «Звёздочка Юг» в Анапе. Еду первый раз, это очень волнительно, если честно, потому что это такая ответственность всё-таки, дети. 11 отрядов экологические, сельскохозяйственные, строительные. Всего будет трудоустроено 104 человека. Первый пойду разрабатывать, надеюсь, будет всё хорошо у меня получаться. На стройке буду. Сельскохозяйственный отряд получается. Штукатурмоляр, облицовщик, плиточник. Склада насти на рынках працы не повинны поплывать на летнюю занятость молодзи, отзначил Павел Алекса. Специальные программы гарантуют такое право. Однако от студентов потребовалася не только наявность рабочей специальности, али и сумленность, добрая учоба, активность и узорная поводзины. Татьяна Дмитриева, Катярына Градницкая, Александр Артемьев. Новины. Рыгийон.